так и слово здравствуйте мы сейчас с вами видим очень красивое сооружение смотрите с левой стороны у нас ребяжий канал а вот есть вот такой вот кофейный домик смотрите красота какая да видите вот такая красота ведь он построен был очень-очень давно еще восемнадцатом веке это чайным называет а кто-то кофейным домиком сейчас мы с вами обойдем его посмотрим с этой стороны смотрите как красиво вот видите какие окна в барочном стиле красота такие вензеля видите такие вот двери очень красиво сейчас мы с вами отойдем немного чтобы здание снять целиком сегодня очень много народу везде просто вот питер у нас сейчас наводнен туристами вот такой чайный домик и мы с вами выходим на главную аллейку и вот здесь начинается у нас скульптуры летнего сада да вот придворных такие вот скульптуры вот мы идем сейчас фонтану немножко солнышко мешает конечно такие скульптуры такая красота вот если отойти вот так вот везде вот решетка везде зелено очень здесь кстати не так жарко у нас сегодня плюс 31 такие скульптуры придворной дамы у нас на той стороне тоже у нас скульптура придворной дамы видите да я немножко отойду чтобы целиком с постаментом снять тут тоже вот такая лечка и мы направляемся к фонтанчику немножко солнышко попадает ой тут тоже прохладно вот мы с вами вышли в фонтану вот красота какая вот красота какая красота какая бьет ключом фонтан и тут вот скульптуры тоже придворных люди отдыхают и там тоже скульптуры можно конечно снимать сегодня очень много людей здесь вот тоже так и мы с вами идем к следующему фонтану опять вот скульптура тут вот фонтан поменьше ну тоже так хорошо здесь прохладно тоже вот тут скульптура вот видите какая красота вот тут вот такая скульптура красота такая красота такая вот такая вот скульптура вот так вот красиво смотрится на фоне скульптур вот так вот красиво смотрится на фоне скульптур и мы идем к следующему фонтану вот представляете вот эти скульптуры во время Великой Отечественной войны все были зарыты глубоко в землю и на этом месте был развернут артиллерийский арсенал который защищал подступы к Санкт-Петербургу а после войны все это было откопано и восстановлено в прежнем виде единственное что не восстановили это все фонтаны все фонтаны восстановить посчитала нецелесообразным Екатерина II потому что она считала что это слишком затратно на всех пересечениях аллей при Петре I были фонтаны но в 1777 году было наводнение паводок очень сильное и все фонтаны были смесены поэтому 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 рамон восстановлено было несколько фонтанов а скульптуры были все восстановлены так как их сохранили так а вот это по-моему так ну-ка 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 это что там за сооружение Лендия эстрада Лендия эстрада Лендия эстрада здесь вот есть тоже фонтанчик чайный домик здесь есть беседочки вот такие вот аккуратненькие беседочки все это было восстановлено мы возвращаемся возвращаемся к фонтану и к центральной аллее есть скульптуры приборных их здесь великое множество и спасибо трудолюбивым сотрудникам которые сохранили для нас эту красоту так мы сейчас с вами подойдем к центральному фонтану он очень красивый вот он перед нами перед ним еще арочка находится видите вот такой вот такая венциносная арочка или да здесь вот скульптуры вот такие вот скульптуры и мы идем к центральному фонтану и он фонтаном северный выход из парка петра первого вот такая красота здесь Смотрели там, только посмотрите, красота какая, все в позолоте, синтрустации, видите, да, немножко солнышко подсвечивает на Сарамоку, очень много скульптур вокруг, давайте немножко обойдем, потому что народу много и очень плохо люди, с этой стороны посмотрим, это тоже скульптура, вот такой здесь на фонтан, вот на такой приятной ноте мы с вами сегодня закончили с Турцией, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем самого доброго, до новых встреч, пока-пока.